В ютюбе мне написали такой комментарий, у меня есть видео, которое называется «Перхоть психсоматика», да, если вы наберете, это «Перхоть коробкова психсоматика», выйдет мое видео. И вот мне написали, перхоть это грибок, его надо лечить, а не комплименты говорить. Почему так написали? Потому что я говорю о том, что перхоть это про то, когда вы себя за что-то поругали. Поругали в смысле «Ой, я не знаю, как это решить, я не знаю, что с этой ситуацией делать, ой, а вдруг я неправильно что-то решу, неправильно приму решение». Такое вот, знаете, и самокопание, самобичевание, и такое нападение на себя. Скорее даже не нападение, а давление, давление на себя. Я от себя что-то требую, решить какую-то задачу, но параллельно боюсь, что я её решу или не решу, или решу неправильно. Всё, вот это может давать перхоть. И я говорю о том, что надо себя хвалить, надо себя поддерживать, надо верить в себя и так далее. То есть да, мы можем ошибаться, но надо пробовать, а вдруг как раз всё получится, а есть привычка давить на себя эмоционально. Скорее всего, эта привычка взялась не с потолка. Кто-то когда-то на вас так давил, то есть кто-то либо тревогу какую-то внушал, либо сомневался в ваших способностях, либо говорил, ну что-то там тупишь и не можешь сообразить, да ты неправильно сделал, да слушай меня, ты не знаешь, как сделать и так далее. И каким-то образом это прописалось у вас. И вы таким образом уже ведёте себя сами с собой, уже такой внутренний диалог. Вот чуть-чуть понервничал человек, вот чуть-чуть не знал, как что-то, вот, например, пришла какая-то вводная задача в жизнь к человеку. Что-то вот, не знаю, какие-то документы надо оформлять там, или там какой-то затык, ну я сейчас вот первое, что в голову лезет там, например, или какой-то затык по налоговой, или какой-то затык по оформлению документов, или просто новое, ну что-то новое надо в жизни начать, и вот там какие-то трудности с этим связаны. Или в семейных делах вот вдруг раз, и появилась какая-то проблема, которой не было, её надо решать. А ты не знаешь, как решать. И есть привычка сомневаться в себе. Кто-то, возможно, ещё вас винил раньше и говорил, что если ты не так решишь, то ты виновата. Ну, в общем-то, там такая связка, надо искать, в чём дело. Вот у этих людей, может, вот просто от этой какого-то нового вводного, вот один день они поварились в этом, и, может быть, даже к вечеру уже задачу-то эту решили, на следующий день начинается лёгкая перхоть. И мои клиенты это замечали на себе уже много раз. То есть это проверено на жизненном опыте многократно. И шампуни ни при чём. Были даже случаи, когда женщина и массаж головы делала, и какие-то масла втирала, и, в общем, маски делала, и дорогими шампунями пользовалась, прям дорогими. В общем, лакшери. И была перхоть. А потом у неё в жизни там, не знаю, хорошее что-то происходит. Проходит, например, появилась личная жизнь, где всё хорошо, где она нравится человеку, человек хвалит её, делает комплименты, он ей тоже нравится. И, в общем, всё закрутилось. Перхоть на глазах проходит. Хотя в этот момент она моет голову дешёвыми шампунями. Просто дешёвыми за 100 рублей там из супермаркета. Я вообще серьёзно говорю, я реальный случай вам привожу, не выдумываю. Вот. И проходит перхоть. И тогда у людей начинает несостыковаться. Как же так? Пока я вот так за собой ухаживала, пила витамины всякие, втирала что-то в голову, так вот прям вот вся себя любила за собой, ухаживала, перхоть, но ни в какой не проходила. Всё время вот этот зуд сзади где-то, или вот здесь вот перхоть на висках, у кого-то вот здесь спереди перхоть, ну по-разному, у кого-то вот, в общем, сыпется, как говорится, с человека. А тут наоборот, говорит, вообще, в общем, забила на это, это неважно, там, что-нибудь вся в любви, или наоборот вся в какой-то, в новой должности, любимая работа, или новый коллектив, отвлеклась, что-то всё нравится, нету перхоти. Вот, позамечайте такие вещи, и тогда вы вот эту сцепку, как это сказать, вы начнёте замечать, что вас триггернуло на эту перхоть. И да, перхоть это грибок, но это не тот грибок, который появился на ровном месте, с бухты-барахты, неизвестно почему. И давайте перец, значит, шарашить по этому грибку. Это не выход из ситуации. Психологически надо найти психологическую причину. Над чем там ваша голова вчера, значит, не знала, что сделать? Ну, над чем она работала? Где вы там в себе начали сомневаться? Где вы подумали, что вы с чем-то неправильно справитесь? Недооценивание, это называется в психосоматике, это интеллектуальное самообесценивание. Это если говорить красивым словосочетанием. Вот и всё. И найдёте вот это всё. И вы найдёте даже, откуда это запущено. Кто, когда, вот впервые, ну, как-то с вами так общался, такие вам послания давал, что теперь у вас этот триггер работает. Такая история. Поэтому перхоть проходит, проходит с точки зрения психосоматики без всяких специальных средств от перхоти. Я вам сразу говорю.